Доброе утро, ребята! Мне очень волнительно, я очень счастлива приветствовать всех вас утром, в замечательной площадке культ-центра «Корпус». Для начала давайте просто поаплодируем друг другу за то, что мы сегодня все проснулись рано утром, в такую слякость доехали сегодня в «Корпус». Меня зовут Маргарита. У нас был долгий путь. Вместе со всей нашей большой командой мы отправили видео про наш славный город Минск в Нью-Йорк. И спустя несколько интервью, анкет, вопросов получили наконец лицензию. И мы можем проводить большое международное, очень семейное на самом деле событие Creative Monins, которое проходит в 160 городах мира. И я искренне верю в то, что Минск очень достоин того, чтобы у нас Creative Monins тоже проводились. Почему? Потому что у нас есть вы. И сегодня в этот первый завтрак тем, что вас так много, вы доказали это, вы пришли. Вы доказали, что Минск действительно достоин стать новой главой Creative Monins. Уху! Ну, конечно, всего бы этого не состоялось без тех людей, которые нас поддерживают. Во-первых, без нашей команды волонтеров. Во-вторых, без... Что самое главное утром? Правильно, утром самое главное – это кофе. Поэтому без самых лучших обжарщиков кофе, Kitchen Coffee Roasters, наш завтрак не состоялся бы. Уху! Наш завтрак не состоялся бы без очень вкусной домашней выпечки от Тани Винтик. И, конечно, то, что нас всех здесь принимает культ «Центр Корпус», это очень-очень здорово. И мы очень желаем хорошего, большого будущего этой площадке, крутых международных проектов и очень качественной и прогрессивной аудитории. Так что спасибо «Корпусу». АПЛОДИСМЕНТЫ Но кофе у нас есть, у нас есть домашняя выпечка, у нас даже есть площадка, все здорово. Но если бы не пришел спикер, Creative Monies тоже бы не состоялся. Поэтому огромное спасибо Никите. Spirit and Soul, как я говорю, душе основателю самого крутого винного бара «Свободы 4». Передаю ему слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Я не знаю, как правильно говорить. Ребята – вечная проблема, и она у нас была тоже в баре. Мы не знаем, как обращаться к людям. Если в западной культуре все чаще проще, можно сказать просто «hello guys», то здесь немножко сложно. Возможно, не все ребята или кому-то будет это неприятно. Но, возможно, через какое-то время мы еще больше оккультуримся в этом смысле, и нам будет комфортнее общаться друг с другом. И найдутся какие-то слова, которые позволят нам обращаться друг к другу так, чтобы это было комфортно всем. Ну да ладно. Спасибо всем, что пришли. Сегодня тема «Моменты», как сказала Марго. Это значит, что мы сегодня не бизнес-инкубатор, мы не говорим про успех бизнеса, про то, как делать бизнес, как зарабатывать деньги, как построить винный бар так, чтобы он был успешным. Сегодня не совсем речь про это. Сегодня мы будем говорить про момент. Моменты, которые помню я, которые, как мне казалось, и которые, как мне кажется, повлияли на то, чем сейчас является, в частности, винный бар в «Свободы-4». Это те моменты, которые мы переживали всей командой, и я, в частности, на протяжении уже полутора лет работы бара. Я могу уже листать презентацию? Окей. Так, сейчас мы щелкнем. Это ваши еще, это не мои, это ваши еще. Правильно? Сейчас, это я. А вот это я делал. Когда времени мало, выбираем минимализм. И, в принципе, это была одна из идей, когда мы создавали идентику для бара. Мы не дизайнеры. У нас была сама идея заведения, но мы не знали, как ее визуализировать. Мы сделали несколько запросов специалистам, людям, ремесленникам, дизайнерам, иллюстраторам, которые умеют это делать. Но, по факту, это все было нам чуждо, потому что исходило не от нас. Поэтому мы решили ограничиться бебосом и четкой геометрией. В итоге, в принципе, это сработало, потому что это всего лишь форма, а содержание намного больше, чем форма. Первый тезис, это будет первый слайд, называется «Не хочу, не буду». Это то, с чего мы начинали, когда, в принципе, начали осмыслять и думать о том, какой же будет бар, и что в нем будет, и чего в нем не будет. И мы, как, в принципе, большинство молодых людей, были настроены довольно категорично и критично и самоуверенно в отношении многих аспектов нашей жизни и работы бара, в частности. Мы говорили себе, что мы не хотим быть как все, что мы не будем делать так, как все, что мы не будем общаться с гостями так, как это все делают. Мы не хотим делать такой сервис, как делают все. Мы не хотим быть одними из тех, кто уже есть на рынке. Это была сама идея, и дальше все наши действия были отчасти пропитаны этой идеей. Щелкаем дальше. «Мне нужна работа». Это было первое, с чем мы столкнулись, когда начали искать людей. Я говорю «мы», потому что, безусловно, я это делал не один, у нас целая команда людей, которая работала над созданием бара. Но сегодня я лицо той команды, которая с вами общается. «Мне нужна работа». Это было то, что мы слышали от людей, которые приходили на собеседование, которых мы искали через JobStudby и другие ресурсы. Они говорили, что им нужна работа, а мы говорили, что мы не хотим людей, которым просто нужна работа. Мы хотим людей, которые станут частью нашей большой семьи. Опять же, мы были отчасти самоуверенны и категоричны, но в некоторой степени, а может быть даже и в большей степени, это помогло нам собрать хорошую команду. Летим дальше. Это девушка, она бармен, ее зовут Надя. Надю мы нашли через JobStudby. Как это произошло? Мы просматривали много различных резюме и случайно наткнулись на сообщение от Нади. Там было мотивационное письмо, очень красивое. Оно оказалось очень близко лично мне. Я попросил девочек, чтобы они срочно связались с Надей. Когда Наде позвонили, Надя сказала, что прошу прощения, но я уже нашла другое место работы. Мне об этом сообщили через два дня. Я сразу взял телефон Нади, позвонил и сказал, «Надя, здравствуйте, вы меня не знаете, меня зовут Никита, мы открываем винный бар, и он, честно-честно, будет очень хороший». Надя сказала, «Никита, я рад, что вы мне позвонили, это, конечно, все очень лестно и приятно, но поймите, я уже нашла работу и там все более чем окей». На что сказал Надя, «Вы не понимаете, вы делаете ошибку, вам очень надо, давайте хотя бы встретимся на минут 15, я вам все расскажу, поверьте, вам понравится, вы потом будете жалеть». В общем, мы говорили с ней минут 15, по факту Надя согласилась и, в принципе, после встречи уже прошло полтора года, как Надя с нами. извиняюсь. Как мы сделали то, что Надя с нами до сих пор? Нет, так просто в самом письме было понятно, что ей очень близки те идеи и те принципы, которыми мы руководствуемся в создании бара. Просто нужно было до нее это донести довольно быстро. Так, ладно, летим дальше. «Привет» — это следующая часть, это тоже связано с наймом сотрудников. Я так все еще кидаю моменты, то есть моменты, которые я помню, которые отложились в памяти у нас. «Привет» — мы говорили многим своим друзьям и знакомым людям, с которыми мы учились в университете, в школе, соседствовали и так далее. Это были знакомые люди, то есть не чужие, которых мы уже знали и которых мы были уверены. Мы хотели, чтобы они тоже стали частью команды. Многие говорят, что ни в коем случае нельзя делать бизнес со своими друзьями, потому что это все чревато очень пагубными последствиями. Ну, по факту все индивидуально, и каждый случай — он частный случай. На моем примере я скажу, что со мной уже на протяжении трех лет рука об руку работает плечо о плечо, работает мой друг и не один друг, и у нас все получается. Да, в какой-то момент ты приходишь к этой критической точке, когда ты понимаешь, что тебе нужно немножко подносесть на него, потому что он где-то может подхалтурить, потому что вы друзья. И в этот момент главное не перегнуть, потому что можно и друга потерять, и работника. Но если через этот этап пройти, то все будет хорошо. Возвращаемся к привету. Очень важно для нас и для успеха, в частности, бара, было найти хороших людей среди своих друзей. И я щелкаю следующий слайд. Это фотография бара, это фотографии наших работников. Большая часть из них – это наши друзья и знакомые. Благодаря этому мы довольно быстро, уже с начала работы бара, мы были уже дружным коллективом, мы были уже командой, нам было комфортно вместе проводить большое количество времени. Потому что, ну, в любом случае, ну, вы должны понимать, что работа в баре – это не пять часов, и не шесть, и не семь, и не восемь. То есть, да, безусловно, можно разделять по сменам, но во многих заведениях люди работают большие смены. Это может быть и 12 часов, и 13. Это, конечно же, очень very-very bad, но это случается. И в данном случае вам должно быть очень комфортно с человеком рядом, иначе вы убежите через неделю, что, в принципе, у нас тоже случалось. Я, наверное, даже, сейчас, секундочку, вернусь еще раз. Еще раз к привету. В общем, не бойтесь взаимодействовать со своими друзьями и знакомыми. Они чувствуют вас лучше, и вы чувствуете их лучше, чем когда вы взаимодействуете с незнакомыми людьми. Просто будьте аккуратны в принятии решений и в общении с ними. А так все будет клево, потому что если вы уже общаетесь вместе 4-5 лет, 10 лет, это значит, что вы, в принципе, близки друг другу. И по идее мы по принципам. Окей, летим дальше. Friends will be friends. Про что здесь говорим? Все еще про друзей, но уже не про найм сотрудников. Щелкаем на фотографию. Справа от меня парень, правильно? Справа от меня Денис. У него пивные пробки в очках, получается, он их запихнул. Но это неважно. Слева от него Оля. Денис занимался у нас, он помогал с закупкой продуктов. Денис полностью отвечал за все музыкальное сопровождение бара. То есть вся музыкальная составляющая, начиная от покупки пластинок, заканчивая проведением каких-то джемов небольших, это все было под его четким руководством. Денис мой друг. И у нас были проблемы, но все клево. И у нас получалось делать крутые вещи вместе, работая в одном месте на одной площадке. Слева Оля. Оля иллюстратор. Оля помогла нам сделать дизайн бара. Друзья, очень важно. Если вы на самом деле близки, то вместе проще. Одному сделать крутые вещи довольно тяжело, потому что у вас время ограничено и ваши силы ограничены. Например, я сегодня еле-еле успел закончить презентацию, хотя она состоит из 30 слайдов, вы сами видите каких. Но я был уже на грани. Еще немного, я бы уже не успел. Слава богу, что вокруг есть люди, которые могут помочь мне решить какие-то еще вопросы, если я это не успеваю. Поэтому не будьте одни. Одному быть очень сложно. Когда вы в команде, у вас больше шансов. Летим дальше. Бутылка Cabernet Sauvignon из какого сорта? Это шуточка. Что это значит? Мы здесь переходим к тому, как мы проводили обучение. Если мы вернемся к первому слайду. Помните, там было «не хочу, не буду». Мы также считали, что мы не хотим и не будем обучать, просто брать за какие-то деньги специалиста, который обучит наших сотрудников правильно общаться с гостем и так далее и тому подобное. Мы были уверены в том, что прежде всего все должно исходить от сердца и должно быть по-настоящему. У меня за плечами образование инъяза и также есть опыт преподавания. И я всегда был убежден в том, что пока ты сам не пощупаешь каждую деталь, ты это не запомнишь. Я, собственно, английский только начал понимать после того, как начал его преподавать. Здесь то же самое. Что мы начали делать? Мы начали заставлять ребят еще до открытия бара, примерно за месяца полтора, мы начали с ними заниматься обучением. Мы встречались по два-три раза в неделю. У каждого была задача на встречу подготовить какую-то презентацию про определенный регион или про определенный сорт винограда. И ребята выступали в качестве лекторов и рассказчиков, как я сейчас делаю перед вами. Потом мы делали тесты и так далее. Это позволяло очень быстро сократить дистанцию и плюс ребята очень быстро и сильно прокачивались в отношении знаний. Поэтому если будете собирать команды, вам нужно будет чему-то быстро научиться, обучайте друг друга. Это очень удобный формат обучения новой информации. А это, собственно, мы так друг друга проверяли. Подходили, например, в баре и врасплох задали вопрос. Бутылка коберная совиньона из какого сорта? Тут все очевидно уже. Летим дальше. Верю, не верю. А, тут мы переходим уже непосредственно к общению с гостем, к так называемому сервису. Что значит «верю, не верю»? Это значит, что можно очень мило общаться с человеком, но при этом относиться к нему, ну как сказать-то, ну так себе, понимаете. И можно интересоваться, насколько ему нравится блюдо, но это опять же будет не совсем от души. Ну а это уже определенно не очень хорошо. Не представил Лена. Лена, мы ее называем Леночка. Лена пришла к нам в бар и сказала, что хочет быть официантом. В тот момент Лена еще не знала, что такое быть официантом и что значит общаться с большим количеством людей на протяжении одного дня. Лена быстро выучила всю информацию, но когда мы начали работать над именно обслуживанием, Лена была не готова к тому, чтобы встречать негатив. А гости часто на самом деле предлагают тебе немножко негатива. И ты как бы не можешь уйти, ты должен с этим справляться. Мы с Леной играли в «верю, не верю». Я сидел как гость, Лена подходила ко мне и мы с ней полчаса играли в плохого и хорошего полицейского. Она хороший официант, я плохой гость. Потом мы менялись и так далее. Ну так называемые ролевые игры у нас получались. Это тоже помогает. Не забывайте меняться местами с людьми, с которыми вы взаимодействуете. Не важно, работодатель вы или же вы просто команда какая-то. Я на протяжении работы бара успел побыть барменом, успел помыть полы, побыть строителем и так далее. Единственное, что я не заходил на кухню, но там все немного сложнее и ответственность больше. Хотя я умудрялся вино проливать тоже на девушек. Этот момент, когда вы на деле уже фартук получается, вы как красавчик, тут стоите бармен в винном баре, заходят девушки, говорят, что вам налить? Вина белого, конечно, сейчас налью. Красиво открываете бутылку, начинаете наливать. Так как у вас мало опыта, вы, конечно же, проливаете немного. В этот момент надо что-то сказать, а сказать нечего. Всегда очень неловко. Иногда они говорят, я сообщу вашему руководству, это вдвойне весело. Один раз мне пообещали, что скажут, что мне премию дали. Но было много веселых ситуаций, связанных именно с этим фактором. Так, ладно, полетели дальше. Нет, я еще раз озвучу. Меняйтесь местами, это очень важно. По-другому вы просто не поймете, что значит та или иная работа, что значит та или иная функция или деятельность. Это очень помогает потом. Например, если взять меня. Окей, я преподавал английский, я знаю, что это такое. Если я буду делать курс английского, я знаю, что нужно преподавателю, чтобы комфортно проводить занятия. Я знаю, что, например, должен стоять небольшой бойлер, что можно воду наливать, чтобы я не уходил от вас. Если я буду делать винный бар, я, поработав барменом, знаю, что нужно будет, чтобы были полотенца. Я знаю, что пространство вокруг бара должно быть комфортным, что должна быть определенная высота, что льда всегда не хватает и так далее. Эти мелочи, которые вам лучше узнать самим, потому что эта информация, она будет вам лучше усваиваться, и она будет для вас ценнее. Полетели дальше. Что там у нас? Ловкий и смелый. Это все еще про работу в зале. Мы переходим к следующему герою. Герою зовут Максим. Герою зовут Максим. Здесь Максим уже на высоком уровне, он уже несет торт. Но когда Максим к нам пришел, у нас было собеседование, и Максим сразу не то чтобы показался, он пристал перед нами как очень порядочный, честный, добродушный человек, миролюбивый человек. Когда мы перешли уже непосредственно к этапу обслуживания, оказалось, что все-таки не так все просто, потому что это, по сути, это кроссфит, то есть ты должен пройти через толпу людей с подносом, нести на подносе 10 бокалов. Я, например, никогда этого не делал. То есть я всегда там пальцем показывал, но сам никогда не носил, потому что это, конечно же, был бы фейл. Бутылки носить, бокалы носить, подносы с бокалами носить, тарелки забирать, носить тарелку с супом. Представляете, что это такое? Если вот приходят какие-нибудь москвичи на каникулы приехали, и вот они сели и заказали себе по томатному супу, например, а у них эти костюмы белые, которые выращиваете, и ты вот им несешь этот суп томатный. И, в принципе, там-то делов-то на 2 секунды, вы сами понимаете. Поэтому суп я тоже никогда не носил. Я забыл, я был не только барменом, но и официантом, и блюдо тоже приносил гостям. Я подходил с тарелками, я понимал, что я не могу их поставить, потому что, скорее всего, это будет под неправильным углом, она просто вывалится на стол. Я говорил, я прошу прощения, я тут новенький, тут немножко сложно, сейчас я все сделаю, а вы мне не поможете? И они помогали, и это было абсолютно естественно. Возвращаемся к Максиму. Так вот, Максиму было сложно. Ему было сложно обращаться со всем инвентарем, со всей посудой, потому что на самом деле требует определенной сноровки и опыта. Что мы сделали? Мы спустились с Максимом в подвал. Мы придумали 10 стандартных пэков. Там бутылка вина, 2 бокала, 3 бокала, суп, второе, салат и второе, и чай, чайничек, 3 кружки и десерт. И Максим в течение дня ходил из точки А в точку Б, чтобы натренироваться делать это, чтобы потом, когда он уже выйдет на поле боя, чтобы ему было комфортнее, чтобы он на автоматическом уровне смог произвести все эти манипуляции. И все получилось. Через буквально несколько дней Максим уже смог выйти в зал, а по прошествии года Максим прекрасно справляется со своими обязанностями и радует и своих гостей, и свое руководство. Так, а к чему я все это говорю? Ну, во-первых, будьте креативными, когда ищите какие-то варианты, чтобы что-то улучшить или кого-то чему-то обучить. Можно вопрос сказать товарищу, товарищ, нет, научись, приходи. Но иногда нужно помочь человеку. И второй момент, никогда недооценивайте людей. Есть вещи, которым можно научить, есть вещи, которым научить нельзя. Можно научить носить посуду, нельзя научить уважать людей. Ну, как бы, есть какие-то вещи, которым вас учили с детства, и вы их знаете, и вы ими живете, и вы ими руководствуетесь, а есть просто то, чему вы еще не обучились. И четко разграничивайте, потому что если перепутать, то потом это вылезет вам боком. Так, летим дальше. Куда высыпаемся? Так, наверное, подождите, немножко пролистнули. Что-то там было уже, да? Понятно. Сейчас, подождите. Вот это этот, это этот. А, вот куда высыпаюсь? Куда высыпаюсь? Вот я высыпаюсь. Значит, что это? Это у нас август месяц, это окончание рабочего дня свободы. Невозможно сделать что-то крутое и при этом высыпаться. Ну, вы не можете создать что-то, что-то на самом деле стоящее и важное не только для себя, но и для других людей, и при этом высыпаться. Просто примите это как должно. Если вам будут говорить, неважно кто, братья, сестры, родители, друзья, чувак, да ты, наверное, просто у тебя проблемы с тайм-менеджментом, а вы им скажите, чувак, не лезь ко мне, я делаю серьезное, важное для себя и для других дело. Потому что, ну, нельзя сделать что-то крутое, при этом не ограничивая свою зону комфорта. Так, сейчас. А, это куда высыпаемся? Во множественном числе. Вот посмотрите, это наши сотрудники. Слева Аня, справа я, там у нас Алина, вот Максим там улыбается. Видите, он уже улыбается здесь. И так далее. Вот Надя стоит там рядом с Сергеем. Что хочу сказать. Это конец рабочей смены. И в конце рабочей смены мы обычно, когда уже все гости уходили, включали музыку, сидели, пили вино и общались. И таки краткосрочный ретрит у нас получался. Так вот, не высыпался не только я, но и другие ребята, которые были в команде. Слева в углу кадра вы видите Аню. Аня работала администратором-менеджером у нас. И у нас много историй, связанных с отсутствием времени для того, чтобы поспать. Потому что на этапе запуска мы максимально много времени уделяли бару. Порой доходило до того, что я уезжал домой поспать. Я возвращался в 9 вечера, заходил в бар, отдавал Ане ключи. Говорил, Аня, давай, я займусь всем. Она забирала ключи от машины, шла в машину на парковку, закрывалась там и отдыхала там 2 часа. А я в это время справлялся с потоком гостей. Не потому, что мы не умеем совсем организовывать работу, а просто потому, что было все слишком неожиданно. Это были первые дни работы бара, и мы думали начать работать в тесте, чтобы незаметно, потихонечку научиться наливать вино. В итоге так получилось, что через несколько дней на выходные у нас уже было 3 слоя страждущих вокруг барной стойки. У нас не хватало ни бокалов, ни вина. И у поставщиков не хватало ни бокалов, ни вина. Вы запомнили, да? Высыпаться не главное, когда делаете важные вещи. Потом выспитесь, время будет. Пока у вас есть сила, энергия, желание, мотивация и вдохновение, используйте это, потому что потом она может кончиться в один момент. Мусор. Тут я, наверное, хотел рассказать про то, что мы всей командой в конце рабочего дня выносили пакеты с мусором. Когда мы открывались, мы не успели подготовить мусорный контейнер, и мы были вынуждены носить его немного дальше, чем рядом с баром, на противоположную сторону площади свободы. Это минут примерно 5 надо идти пешком с пакетами. А у нас там выпивали по 100-200 бутылок, и это все нужно было тащить. И это было очень тяжело, и мы таскали эти пакеты с мусором. То есть примерно мы заканчивали там в 2, еще не умели, делали все очень медленно. Где-нибудь в 4.20 мы выходили с пакетами мусора и шли через всю площадь свободы. Команды в 5 человек с пакетами мусорными гремели этими бутылками, изображали из себя зомби, кричали и выкидывали все это. И это был сумасшедший уровень объединения команды. Летим дальше. Это я к чему? На этапе запуска чего-либо нормально даже и мусор вместе вынести. Кафе Дель Мар. Кафе Дель Мар. Марго, я случайно там по таймингу все окей? Никто? А, отлично. Никто, все хорошо. Кафе Дель Мар. Знаете такую штуку, да? Кафе Дель Мар. Сборочка. Открыли ресторанчик, закачали кафе Дель Мар. Понимаете, да, по интонации? Что я по этому поводу думаю? Так вот, возвращаясь к первому слайду, когда мы говорили, не хочу, не буду ставить кафе Дель Мар в Собода 4. Мы купили, тут не видно, но вы знаете, что они там есть. Мы купили старые 30-летние колонки. Мы заказали виниловые пластинки. Мы устраивали джемы. Мы устраивали джемы абсолютно спонтанно. Первый джем-сессион, который у нас произошел в баре, когда вместе с ребятами играли музыку, он произошел по чистой случайности. В центре города на площади свободы отключили воду. Но это значит, что заведение работать не может. Мы подождали 2 часа. Было примерно уже около 6 вечера. Мы поняли, что, наверное, есть смысл закрыть заведение. Я написал пост в фейсбуке. Сказал Денису, что, Денис, раз такое дело, у нас есть целый вечер в баре. Он будет уже закрыт. Давай, зови ребят, и мы устроим джем. Денис позвал ребят очень быстро. Ребята все выехали. Но пока ребята ехали, воду вернули. И все-таки бар продолжил работать. И таким вот образом мы сделали первый джем, абсолютно не планируя его. И он был очень незапланированный. И поэтому очень натуральный и естественный. И дальше мы это использовали повсеместно. У меня даже есть запись, записанная на iPhone 11 декабря. Тут можно просто услышать, как люди шумят. Сейчас. Мы тоже вместе можем открыть джем, Sonia Бizeя, в геморрость, практиковара мон лиц Anal, Когда я готовился к презентации сегодняшней, я слушал записи. И из-за того, что начал слушать записи, собственно, не успел поспать. Потому что когда ты отдаешь очень много энергии и сил какому-то проекту, неважно, заведение или IT-проект, то потом эти флешбеки, они очень сильно в тебя врезаются. Окей, летим дальше. Кем ты станешь, когда вырастешь? Так, а что я тут имел в виду? Это просто под конец уже было. А, про хобби. Я хотел сказать про хобби. Что именно я хотел сказать. У нас у всех есть хобби. Когда я анализирую то, что происходило в баре, я понимаю, что очень многие вещи, именно успешные вещи были частью того, чем я увлекался в прошлом. И на самом деле это всегда очень хорошо работает, потому что это искренне то, что вы любите. Если вы любите фотографию, не забывайте про это. Она вам пригодится через год. Если вы любите рисовать, не забывайте, рисуйте. Любите музыку, пойте песни. Любите танцевать, танцуйте. Путешествуйте много, продолжайте путешествовать, делайте заметки. Потому что вы никогда не знаете, что с вами будет через год, через два или через три. Где вы будете работать и что вы будете делать. А ваши хобби – это всегда то, что вы любите. И это в любой сфере поможет вам в достижении успеха. Поэтому не бросайте свои хобби. Как только становится сложно на работе, вам сразу прилетает предложение такое из ниоткуда. Никита, слушай, наверное, с хобби пора завязывать. Уже началась серьезная движуха и работа. Не завязывайте с хобби. Это ваша отдушина. И это поможет вам в дальнейшем. Наверное, на этой ноте я бы и закончил. Потому что уже наверняка прошло 20 минут. Спасибо. 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 Спасибо.